На меня смотрите На меня, говорит, милостивно выславить, цветы не растут И брата еще раз берет с его женой сюда же к маму, не обидим их О Христе расскажем А то куда-то ходите, в какие-то монастыри Как монахами и помнят Постарайся здесь ходить Первый том Лена, толкование Садись вот сюда ко мне Что ты не знаешь, и дело закончится Будешь сидеть Заходим все Где заходим Дети сюда заходим Детскую освободите комнату Ну я уже думаю Царю небесный Утешителю души стены И живи с детства И вся исполняй Сокровища благих И жизни подателю Приди в селисяны И очистены От всяких Сверны И спаси Блажей души Наши Господи, просим Тебя Благослови наше собрание Прости нас Так и мы прощаем друг друга Тебе же славу Сылаем Отцу и Сыну и Святому Духу Ныне, всегда и во веки Веков Аминь Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Евангелие от Матфея 6 глава 14 по 15 стих 1 стих Ибо если вы будете прощать людям согрешения их То простит и вам, Отец ваш Небесный А если не будете прощать людям согрешения их То и Отец ваш не простит вам согрешения ваши Толкование Опять научает нас быть незлопамятными Об Отце же напоминает нам, чтобы мы, как дети такого Отца Стыдясь Его Не злобились подобно зверям Благословенный Бог Всего более ненавидит безжалостность и зверство Посему и запрещает нам быть таковыми Матфея 6.16 Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры Ибо они принимают на себя мрачные лица Чтобы показаться людям, постящимися Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою Толкование Поворачение лица есть принятие пасмурного вида То есть, когда кто кажется не тем, каков есть Но притворно принимает скорбный вид Матфея 6.17.18 А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое Чтобы явиться постящимся не пред людьми Но пред Отцом твоим, который в тайне И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно Толкование Помазываться елеем после умовения у древних было знаком радости Так и ты, показывая себя радующимся Но под елеем, разумеется, так же и милостыня А под головою нашу Христос Которого должно умощать милостынями А лицо умывать, значит душу очищать И чувство омывает слезами Матфея 6.19.21 Не собирайте себе сокровищ на земле Где моли и ржа истребляют И где воры подкапывают и крадут Но собирайте себе сокровища на небе Где ни моль, ни ржа не истребляют И где воры не подкапывают и не крадут Ибо где сокровище ваше Там будет и сердце ваше Толкование Изгнавший болезнь тщеславия Напоследок говорит о нестижании Ибо люди приобретают много имущества Для тщеславия Он показывает щиту земного сокровища Потому что червь и тля Портят пищу и одежду А воры крадут золото и серебро Потом, дабы кто не сказал Не все же крадут Он говорит Хотя бы и ничего подобного не было Но то самое, что предаются заботе о богатстве Есть великое зло и бедствие для души Потому что пекутся о вещах тленных И забывают Бога Слава Христу, Аллилуйя И еще раз Кто не знает молитву Отче Наш Все знают А какие ключевые слова в этой молитве Нет, не простим Как и мы прощаем Вот как и мы прощаем Вот каш в какой степени Чисто, сердечно Умом и сердцем Все в своей сути Простил, забыл Или нет А если нет То кому ты молился Сергей Павлович И будешь ли ты прощен Вот и дается нам это поприще Великого Поста Чтобы мы каждый день Говоря эту молитву Осознавали эти ключевые слова И слова молитвы Ефрема Сирина Каждый день Может быть к концу Поста И удастся кому-то Избавиться от этого греха Непокаяния Непрощения Обидевшего тебя Когда-то А это укореняется И сложно И чем дальше Тем сложнее это сделать Но Господу нашему Все возможно С Его помощью Мы все можем преодолеть И преодолеть Это закоренелое наше состояние В нераскаянности В этом грехе Да поможет нам Господь Пройти это поприще Достойно И встретить достойно Праздник Светлого Христового Воскресения А болящих Татьяна Кузьминович На всех наверное знаем Мы еще раз За всех Так и молимся За лифтину На деревне Ушла Да Ну а так Все старицы наши Пока крепятся Держатся Болеют Звонят Болеют Более 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 В немощи Находится Ну вот Лифтится Держатся Да Ну Девочки Они Дорогие мои братья и сестры Еще раз благодарю вас За ваши Скорее молитвы О вашей молитве Мамимовской Божией Господь Воздвиг моего Теческого Тадра болезни Мы привезли его Буквально Овощем Из больницы И говорили Что Ну едва ли Он у вас там Выйдет из этого состояния Тем не менее Это чудо просто Он Сам себя обслуживает Он ходит по квартире Вначале с этим С ходунками Теперь с одним костылем И даже без него То есть обслуживает себя Полностью Молится С нами Слушает Вместе с внучкой С правнучкой Теперь Слушает Библию Надийский У нас там есть Вот Ну И постоянно Благодарит Благодарность Вот неимоверная За каждый шаг Что бы ему ни сделал Какое бы слово Ему и сказал Благодарность Всегда вот Благодарен Всегда вот Просто Редко такой человек Встречается На жизни На пути Чтобы поблагодарил за все Помолитесь еще Чтоб Господь его привел Дает ему Господь Время для покаяния Для истинного крещения И прошу помолиться Еще раз усилить Молитву о моем сыне Никите Который Вот Пока не с нами Да Хотел Как бы спросить Ну не спросить Сказать Вот критерии прощения Как есть Вот мы сегодня Ну вот этот чин Давно Известен Уже С поздних времен Еще И люди Приходят Именно Прощенное воскресенье Следующее Будет через воскресенье В этом пасу Будет три исповеди Как раз Будет через воскресенье И три исповеди Будет Что еще сказать Сегодня Пять часов Покровском соборе Будет совершаться Счастье прощения Метрополит Я буду там Кто может Приходите Пять часов С пяти часов Да Начало пять часов Там пока вечерний идет Потом будет Ну вот так вот Все Ко мне какие вопросы есть Нету ничего ко мне Никаких Батюшка 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 Повалите со моих родственников Еще И Каких твоих родственников Кто они такие Григорий Суклана Ну Подали записку Я Сказал Тони О чем Образумление 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 Чтобы Господь Наставил На путь спасения Вот и все Я знаю Так что Все Нету Никаких Вопросов Продолжайте дальше Так Если Той Делайте Ну вот я Хотел дальше Продолжить Вот глядите Как вот у баптистов Бывает Они говорят Нет Не в крещении А Именно в покаянии То есть Покаялся ты Как бы И вот Тебе Тебе Господь Прощает И ты уже Как бы Ну Вот этот Сын Отца Небесного Все Ты уже на небесах Это на полном серьезе Они так думают У нас видите Как то идет Все это Не сразу Потому что Апостол Павел говорит Возревать От веры От веры К вере То есть Не просто так Мы У нас одна вера Вера истинная Должна быть Мы уверовали во Христа Все Вот крестились И теперь дальше Мы должны возрастать От веры К вере Не то что Там стать Там из католика Православным И так далее Нет В уже в истинной Вере Ты должен возрастать Верой И вот это Несомненно Относится К прощению Как ты умеешь Прощать Я что хотел сказать Я коротко Хотел сказать И вот говорю Коротко Когда Вот сейчас Братья Идут Вспомните Что есть еще Таинство Исповеди Где мы просим Прощения На коленях Там По серьезному Как свидетель Стоит Как свидетель Стоит Честное Отче Все И ты Прям Прид Господа Просишь Прощения И тебе И Петрахим Накладывают Ну почти Всегда Когда ты Не накладывают Там Дадуй И Петербью Потрудись Накладывают И говорят Прощу От Господа А здесь Мы видите Просто Кланяемся И просим Прощения И видите Все отвечают Бог простит Нас простит То есть Все такие Ну как бы И я вам хочу Сказать Что в нашей общине Я вот на 100% Верю Что каждый Из нас Действительно Простил От сердца Своего Брату Своему Все Согрешения Его И поэтому Я прошу Давайте себя Так будем и вести Вот я Верю в это Я не могу сейчас сказать Что вот меня Вот тот человек Не простил Ну не могу я Потому что Не знаю почему Такая у меня вера Потому что сам простил Да Такая у меня вера Сильная Что Вот сказали Прощение Попросили И действительно Попросили Не надо там Пред Господом Прям быть Прям конкретно Вот чему Правда или неправда От сердца Как написано В месте Вот этого Писания И всем Христос Слава Христу Аллилуйя Ну у нас Вы слышали сегодня Батюшка Морился О брате Еремии У него День Ангела День Рождения Многое лето ему И возрастанию И вере Многое лето 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 славных трудов Во имя Господа Половина нету Почти людей Они никогда не заходят сюда Вы понимаете Эта пропасть Между общиной и людьми Раздвигается А стоял А что стоял Думал Общение друг с другом Самое последнее Кровь Иисуса Христа Ощущает Не просто При двух условиях Если ходим Во свете Во свете Библии Как он во свете Имеем общение Друг с другом Общения то нету Я пытаюсь остановить Даже не глядят Выходят сразу Одежку свою Зачем они уходят Зачем Это молитву надо усилить И необходимо Чтоб батюшка С ними поговорил Они не понимают Еще ничего Что это такое У тех Что сейчас буду говорить Они уже никогда Знать не будут Скорее домой Господь вытряхнет Из этих домов Из квартир Ничего не будет Будем на улице Замерзать за одну ночь Не слышат Я не знаю чем Я вспоминаю Патриарх Кирилл говорит Раньше было Говорит В колокол ударит Народ бежит Сейчас хоть из пушки Бей не добьешься Я отношу К нашему положению Это Очень и очень тревожно Хороших людей Мы теряем И причина одна Они не нуждаются Ни занятиями Ни нуждами Они не знают О чем молиться Крайне вслучайно Когда Пасха Или Рождество На обед останутся Больше нету их Вы проникнете С этим Это наши Это члены церкви Христовой Эти люди Никогда не бывают На покаянном каноне Андрея Критского Дальше то Вы видите какие ступени Ступени вниз Пропасть Это не случайно Церковь Христова Установила покаяние Примирение Этот праздник По другому Празднуется в Америке Во всей Ну там И дюшек Примирение Сегодня говорят 7 октября Это не просто Октябрьская революция Сейчас делали День примирения С других сторон Люди пытаются Как-то вытащить человека Прости меня Это мы натворили Эта революция Обошлась 110 миллионов голов Которые сейчас Там еще не ушли Они топчутся Не заходят Надо назначить Смотрителей За этим делом И уищевать их Все ли знают Почему Андрея Критского Канун такой получился 1100 лет назад А это уже 900 лет прошло И покаянного канона не было Почему его не было Вчера батюшка зашел к нам Я говорю Ты Псалты Считаешь А на каком языке Вначале было Ну на церковнославянском А церковнославянский что Там Давид родился Нет Ну согласились все таки Все таки евреи Как у русских Богородица была еврейка Это русская И Христос русский Не так все это обстоит дело Я включил ему Слушай На еврейском языке И внизу текст идет И поют они 150-й псалом Ну я все псалобы выбрал Из интернета Чтобы он послушал где-то Это Нельзя ни с чем сравнить Я Почти неподвижно А мне хочется плясать Как Давид плясал перед ковчегом Какие слова Поет на еврейском На еврите А внизу по русски Аллилуйя Это где написано Хвалите Господа Хвалите Это Аллилуйя А у них-то Аллилуйя У нас хвалите Но это одно и то же Мы просидели один Да другой псалом Прослушали В одном месте Мальчик поет Ему видимо доверили Это Я в трех вариантах Взял Помилуй меня Боже А от чего Помилуй меня Боже В мире Самая популярная книга Самая популярная Библия Полностью Частично переведенная На 2896 языков Дальше В Библии Самая популярная книга Какая Тут 77 Псалтырь А в псалтыре Самая популярная 150 Какой? 50 Когда Давид совершил Два смертных греха И Бог Выстег из него Пламень Который 3000 лет Не погасает А почему? А если бы он не пал Грех Ничего бы не было Как у Бога все связано Он совершил Два смертных греха Согласно закону Моисея Его надо было убить сразу Закон не сработал И мы радуемся Хорошо, что не сработал Какие бы лишились Мы сокровища Что интересно Когда беседуешь С мусульманами И близко знакомы Они берутся И молятся по псалтыре И вот Андрей Крецкий Это не рядовой Архиепископ Борьба идет За установление Православия И он Подписывает Рукой своей Анапима Шестому Вселенскому собору Это не просто Рассказать Я тебя не люблю Я плюю на тебя Нет За собором Стоит 430 епископов Я к примеру говорю Там больше Я всем Анапиму объявляю И он поставил Подпись Его нельзя стереть Теперь никак Когда он дошел А дошел Видимо плакали люди Знали какой он добрый Архипастер Что с ним случилось Когда сатана Вошел в него Всякая лошадь дьявола Как он стал Сыном дьявола И дошло Он ужаснулся Что я наделал И вот этот псалом Представьте 254 события Библейских Он все их поставил Помилуй меня Божий К себе обратил Его не понимают Что люди в церкви стоят Это абсолютно пустое место Мы проходили этот канон Когда занятия шли В Алтайском государственном Техническом университете По частям Он разделен был Не на месяц Может больше Я в Москве спрашивал И кого-то Очень близкий знакомый Игумен Важного там Собора Не знает Отречение Согрешение смертное Побудило его Сесть Я понимаю Он как Давид Сидел Писал и плакал И слезы капали На пергамент Он по другому Не мог писать Помилуй меня Божий По великой милости Твоей Простой милости Не хватит Мой грех Прости Только великая От кровей Избавь меня Божий А надежда где? Из-за меня Ведь стройки Прекратились везде Когда один человек Согрешает Страдает вся страна Сада царь Ози Помните Все совершил И нормально И он царь И в это время Священник и кадетом Взял кадила Говорит Ты не из нашего колена Ты не должен Ты же не священник Пошли мы отсюда И сразу Бог Немедленно покрыл его проказой Ужаснули все Отступили К прокаженному Прикасаться Самому прокаженному Закон гласил За пределы города Но этот царь Ему особый дом Но больше он не царствовал Ни одного дня Сын Малолетком зашел А так как он не выполнил То что есть Бог отнял Пророчество от всех У нас есть Малые двенадцать пророков И великие Исайя Иеремия Изекиил Даниил Все Исайя Исайя Говорит Златоуст располковывает Пока не умер царь Шестая глава Первый стих В год смерти Царя Иеремия Видел я Господа Он умер Сошла проказа Со страны Со страны Мы не понимаем Как много От нас зависит Я мысленно так представляю Как он писал Архиепископ Крит Остров Мало воды было вокруг Все пришло в слезы Когда ты считаешь Он входил в состояние Покинутых Убитых Народностей всех Вместе сего Он и сидит в ките В киту залез Как он Даже не знаю Как сказать Когда считает О Содоме Он себя туда тоже Ясно домит Прости меня Господи Помилуй меня Боже И пели Тысячу сто лет И в церкви Все время Об этом речь идет И самое большое Покаяние Считает было У Марии Да не Магдалины Египетской Там дня не было По евангельским Житию Но 47 лет Пустыни Церковь взяла Это за основу И всегда ее Житие тут считается Я стал говорить Когда Так иужели Только так Мы должны понять Ты хочешь там быть Участником Придите все сюда Назначим Четыре дня подряд Будет Во сколько В шесть договорились Сегодня пять часов там Приникните к этому Но дело то еще И не в этом только Мне Господь Положил на сердце Войти в эту историю Я лично Не встретил Ни одного человека Который знает Происхождение Этого канона Я когда стал Дальше смотреть Он то написал Для человека Кающегося Совершившего Смертный грех Канон то Вес для оглашенных Написан А молитва Это трех ступеней Первая молитва Дай Помилуй Прости Просьбу Просительно Дай Помилуй Удали Спаси Переведи Перенеси Там этой Буддисты Мусульмане Безбожники Коммунисты Фашисты Все на этой ступеньке Когда трудно Там все молятся Мама Мама Крещат А вот на вторую Эту ступеньку Подняться труднее Она благодарственная Получил ты Или не получил Благодаря одинаково И мне Мысль пришла Ну ведь он в том состоянии Те не остался Он ушел Он покаялся И мы верим Что это Канон не грешникам Написан А кающимся грешникам И у нас Считается на второй ступени На первой считается И на второй Но эта вторая Это только Поднять человека А третья Заключительно Молитва трехступенчатая И третья Аллилуйя Аллилуйя Все И мы все эти 254 события Повернулись С таким же припевом Второй Благодарю тебя Господи Божий наш А третья Слава тебе И Божий наш Слава тебе Это у нас будет На этой неделе здесь Это в интернете стоит И сегодня Прошлые как служения были Я набрал Девять роликов И вручную По одному На 250 человек Разослал в интернете 250 человек Где-то что-то сработает И так Людей этих у нас нет Которые разошли Вы увидите Скажите им Чтобы сегодня Они оставили Свои большие Малые дела День воскресный Пришли в храм Мы по Кровскому собору Многим обязаны Мы там начинали Свой путь Там мы впервые Близко подошли К тому Что есть И чего не должно быть Мы молились На У них 137 Номер Собора А мы 147 Ну рядом Совсем были Молились и встречались Тогда был Масендич Епископ Антоний И мы уже тогда Пробивали дорогу К тому Как молиться вместе Можно или нельзя Когда И мы согласились Но его сверху Не одобрили Не одобрили Но мы Все-таки При Максиме Совершили первое А уж при Митрополите Сергии Говорить не надо Мы его просто Называем Наш Митрополит Хотя мы Не в Московской Патриархии Это Супер Уникальный случай На всю мировую Православную церковь Сегодня Когда мы не вошли туда И отношение такое И он На его примере Когда он За нас заступается Где-то Этот Говорит За чужих Мы-то еще Как бы РПЦЗ А этих Своих нет И каждый раз Отлучили кого-то Сняли сан Сняли сан Батюшка Ядет В отпуск Ему Бумагу дают Эпархия Под судом не состоит Замечаний нет Ну и проще такое Итак Сказать надо Кого нету сегодня Чтобы пришли в храм Мы там начинали Там молились И там нас Бог нашел Определиться Как вот здесь Видя все беспорядки Мы понимали Так нельзя На одной торговле жить Они даже этим Отрицательным поведением Помогли нам Начать искать Лучшее Высшее Ну знаете Как мы были Как-то был Отец Геннадий Фаст Еще кто-то был Мы зашли Ну что можно сделать Ничего нельзя сделать Образовывать только Новую общину И длительный срок подготовки У нас от 3 до 5 лет Подавали Как за заявление А сегодня Патриарх сказал Три беседы Перед крещением Там прям бунт начался Да беседа-то Ну а седа-то Может 10 минут Одной хватит То есть не только Не любовь А презрение К проповеди Наша община Она может быть Единственная Которая так Привязана к Библии Вы научитесь Мыслить категориями Священного Писания Я попутно Это все скажу Евангелие от Иоанна 12.48 Для меня этот был Стих поворотный Господь говорит Я не сужу вас Слово Которое я говорил Оно Будет Судить вас В последний день А раз оно Будет судить В последний день Значит Все мои знания Все повороты Все данные Я связал книги Все и бросил Подполх Он будет меня судить Господи Открой мне это И с первого дня Я углубился туда И нашел Какие бы споры Где не были Никогда не спорьте Меня обвиняют Самое главное Я не признаю монашество Не признаю мощи То и другое ложь Я признаю Но ты как говорю И тем путем пошли А почему Потому что В человеческом теле Не сказано Резать его Дробить Фаршировать Нет А написано Прах ты Сначала Докажи что ты не прах Из праха Взятый в прах возвратишься Написано Это еще в раю было сказано А теперь А теперь и хоронить в прах Все цари Ну у них в пещере хоронили Прах ты и в прах возвратишься Так это метким заявить А ну Первомущенник Степан Его побили камнями А церковь плакал О нем И предали погребению Нигде не написано По другому И поэтому Самое высшее отношение К человеческому телу Похоронить Я советую Везде Все что есть Изъять Где надробили Там нанотехнологию Вот микроны От кого-то оторвать Живого бога не хватает Некрофилы Как нас зовут Мы признаем это Признаем Я захожу Где Сергий Радонежский Поклонюсь и поцелую Но на этом остановитесь Сегодня везут Чемоданом И гречить Невагонами Кости Из Греции Один раз разобрали Взятые Чеченского кладбища Ну понятно Люди С ума сходят Живого Даже Христа Искать мертвого Не надо Что вы ищете Живого среди мертвых Кто сказал Ангел с неба вознесел Не надо Достаточно Что я тебе Господи Отдал сердце свое И поэтому Канон Андрея Критского Он направлен К живому богу Меня спрашивают А их Ни один человек Ни два перед мной Прошел в интернете Несколько тысяч уже А как вы докажете Что ваша вера Правильная Очень просто Я не по книжкам Буду говорить Бог Живой И он отвечает И показывает Щетки На молитву Я молюсь И бог в этот же день Мне дает Бывает на другой день Или в эту ночь Да не может быть У меня ночуют Священники Первый раз Завтра выкупать книгу Вон она лежит первая Где Я говорю Помолимся А откуда Понятия не имею Среди ночи звонит Америка Город Сакрамента Вам деньги нужны У вас кто-то И к утру уже деньги здесь А они как узнали Как Здесь был Щетвергов Вадим Учился в семинарии И он выделялся Из других Там статьи писали В Алтайской миссии Но я ему книги подарил Брат Игоря Отнес ему И вдруг Его давно нигде нет А где он Не знаю Вообще не знаю Это живой бог Я помрился Живому богу Учитель у дверей стоит А почему ты казался Идет с женой И с ребенком Я его никогда не видел Не думал встретиться Я его не узнал бы А он мне кричит Здоровается Я каждый день прошу Бога И каждый день Получаю ответ А второе А второе то Что пророчеств Нигде нет Кроме Библии Во всем мире Нигде нет Ванга не может сказать Что будет завтра И какой правитель будет И сколько А у нас сказано И мы знаем Границы будут стерты Когда скажешь Одно государство Совсем Москва Главным городом Москва перед этим Будет сожжена в один час До праха Откровения 17-18 главы Не надо даже трогать Это Вавилон И Рим А дальше А дальше правитель один Над всем миром Границ нету Иерусалим И когда он Закончит подготовку Ровно 3,5 года Или 42 месяца Или 1260 дней В трех вариациях В днях Месяцах В годах Библия говорит Времени Времен И полвремени Времени Год Времен Два Полвремени И полгода Чтобы к этому Подготовиться Принять это Надо признать Что к этому Уже плотно И все подошло Все события мира Направлены туда В Иерусалим Не сюда Вот поэтому я верю Что я избрал Самую правильную веру Живой Бог Живая книга Я животворяю человека И так я прошу Кто ушел Созвонитесь ими Попросите их Оставьте свои дела Какие бы не были великие Мы должны быть сегодня там Там наш батюшка будет Отец Аким Там Наш архиерей будет Там мы помолимся вместе Благословимся на этот пост Да услышит Господь Стон наш И попутно Если во свете Библии У кого Библии дома нету Поднимите руки У кого Библии нету Вот ящик стоит Подойти распечатать Он распечатан уже И на 66 книг Это не про нас А? Это не про нас Но видите Даже руки не поднимает Никто Видите Община евангельская Я про это хотел Сказать Андрея Критского А он святой или нет? Церковь признает его Как? Почему-то поставляет Толкователь в Новом Завете Блаженный Августин Так он блаженный Где святой? Святой Но ему Церковь присвоила это звание Самое удивительное звание И непонятное Это явно Кронштадт Святой праведный Масло масляное Если святой То До того святой Только все святые Бог только святой Тут святой и праведный Кто сказал это? Никого нет И все теперь как Попки повторяют Все Прости Христос Позовите кого нету Чтоб вместе мы молить Четыре дня могли Можно еще сказать Не слышат они Они здесь вот Кричал Но не услышали Вот В глазах Люди хорошие Из хороших Какие хорошие Да Татьяна Кузьминична Я скажу еще Это Витя Савченко звонил Долго разговаривали У него там телефон По которому можно Долго-долго Наверное Больше часа говорили Вот Ну и я хотела Немножечко тут Это Он просил конечно Молиться всех Поклон всем Они передают Мама купила там дом Я так предполагаю Что это поселок Городского типа Вот такой И Хороший дом Они там посмотрели Все И хотят туда переехать Полтора часа Там нет церкви Но полтора часа Можно доехать До православного храма Где-то вот Недалеко Так в общем-то Вот Дети Ребятишки у них Ангелина И Алфей Они Надомное Обучение Вот как Наташа И у них Садика вроде бы Как бы Ну надо где-то Вот в садик Или там В ясле А это как Надомное обучение Подготовки В школе Вот Ну и Они организовали Свой канал Это вот Савченко И Как у нее здесь Фошуа Фошуа Вот такой канал И Можно с ними Как-то связаться Тоже Ну вот Братья у нас знают Как это Делается Ну не хватает Конечно Общения Говорят Все время Смотрим Я думаю Кто Ну Многие у нас Говорят Ой да кто это Смотрит И кто что А они Смотрят Они с удовольствием Всегда Прямо Говорят Мы Для нас Это необходимо Вот собрание Наше Ну и Всем Всем поклон Спасибо Спасибо Христос А на французском Еще Сейчас Он ясно Что на русском Читает На французском Дошел до Колоссян Третью главу Читает Общение Братья Есть Братья Ну Сложно Он работает Общения Конечно Не хватает Все 16 тысяч Прошлое Прошлое воскресенье Мы уже говорили Про визитки Вот Которые брат Сделал Вложил Свои деньги Надо Как-то Ему Помочь В этом Пламе Каждый Может Быть Участником В этом Деле Визитки До проповеди Вот 16 тысяч Не хватает Постарайтесь Как-нибудь Чтоб Восполнить Батя Постарался Было Там 18 Осталось На 2 тысячи Набрали Можно Да Больше Можно Здесь Стоит Кто визитки Берет Денежку Половит Сестра Надежда Хотела Что-то Ходать Я забыла Я Уходила По нуждам И поэтому Не успела Простить Прощение Прощаю Вас Молит Святых Простите Да И все что-ли Что-то Хотите Сказать Ну Кто Что Обижается Еще Уголос Зависаем Занятия Трапеза Присопение Трапеза Не занятия Не занятия Завтра К шести Завтра К шести Часам Может Сейчас Посмотрим Канон Андрей Кринского Сюда Петите Покровский Сюда Сюда Не Покровский Завтра Сюда А сегодня Покровский Пять В шесть часов Понедельник Вторник Среда Четверг Будет Чтение Канона Великого Покаянного Канона Андрея Клицкого На русском Языке Трех Молитвенных Призываний И притом Более Нашими Вот у нас Ступенька Здесь И третье Словословие Нигде Больше Так Не считается Достойно Есть Такого Истину Млажей Детя Богородицу Пресно Блаженную И Пренепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херурин И Славнейшую Без Сравнения Серафин Дерзи Свения Бога Слова Хорошую Сущую Богородицу Тя Величаем Господи Защити Родину Нашу От нашествия Неплеменников От внутренних Рас Предозакония Которая Втайне Останови Делающих Зло Простите Правители Страны Нашей Чтобы принимали Мудрые Законы И всех Начальствующих Так же Просвети И защити Людей Не познавших Тебя Обрати К истине Чтобы Божественная Любовь Тебя Коснулась Каждого Сердца Священники Которые Не служат Тебе Как Должно Пусть Покаются В неближении Своем И проповедуют Смело И на славном Об Иисусе Христе Господи Праведны Суды Твои Над Россией За то Что оставили Тебя И Слово Твое Изреченное Святой Библии Прости Нас Господи Владыка Жизни Что сокрыли Имя Твое Бога Иегова Дух Святой Да Наставит Нас Не признавать Никаких Иных Богов Вопия Алло Отче Господи Научи Нас Семикратно В день Прославлять Тебя За суды Правды Твоей Тебя Хвала Слава Чести Поклонение Пресвятая Троица Отец Сын Святой Дух Аминь Аминь Милостив Престолом Благодати Твоей Боже Всемогущий Соедини Наши Молитвы С молитвами Всех Святых Молящихся Тебе На небе И на земле О Всевышний Создатель Сохраняющий Этот мир Как Зиждитель Услыши Исполни Молитву Всех Молящихся О нас Во благо Нам Любящий Наш Отец Небесный Ради Голгофских Страданий Сына Твоего Возлюбленного Господа И Бога Нашего Иисуса Христа И пролитой Им Крови Прими Нашу Молитву И исполни О всех Заповедавших Нам Молиться О них Спаси Господи И помилуй Аллилуйя Говори Господи Владыка Слушай И дослышит Раб Твой Раб Твой Аминь Мне запомнилось Мы были в Тбилиси И в Португалии Лиссабоне Там Дьякон вышел Не знаю кто Поставил так Ну как держит К нам Люди приехали Ладите Они направлен На дорогу Так Кто может Сергеем Павловичем Расчитаться Понемножку Сестры Кому-ка Сынки Надо Ну нет Хотя Немножко Давайте Слава Христу Андрей 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 У нас тебе дело Не уезжай сегодня Так Сергей Павлович Узнать сколько наложили Что тебе Оставалось 16 Андрюша Нам от Господа Что ты должен с нами спеть Так Как нет Ты чего головой трясешь Братья Иди сюда Воины Христова Андрюш Андрей Сергей Ты скажи Брат Андрей Брат Андрей Сегодня прощенное воскресенье Нужно спеть обязательно Песнопение Сейчас я уйду Андрюшенька Ты куда пошел Андрюш Обязательно Песнопение С братьями нужно Игорь Павлович Пересчитай сколько Чтобы я в следующий раз Объявлял на какую Свою Недостающую Василий Христов А Савалыч Давай Ты что петь собрался Ты мне из интерврата Молодец Ну как наберешь Скажешь Ну я еще мог То сделал Стоял Кричал С тарелкой же не ходит Ну не ходит А он и не ходил Я не ходил Немо меня Шумит